МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Замечательная мелодия, песенка, главное, чтобы костюмчик сидел. Все по тексту. Костюмчик сидит хорошо. Внешне настроен, внутренне собран и готов. Даже с утра Саша мимикой занимался. Гимнастика лица. Гимнастика лица. Как из фильма «Чародеи», как назывался этот... Научный универсальный институт необыкновенных услуг, а аббревиатура «Ну и Ну». Вот, помятуя обо всем этом. Гимнастику я делал для того, чтобы подготовить лицо, чтобы сохранить достоинство какое-то актерское. Элементарно не раскалываться, то есть не ржать в кадре. Потому что у нас сегодня гость особенный. На самом деле я все это говорю, потому что моей замечательной соведущей, Насте, нету, ну, москвичка, девушка. Заблудилась в Петербурге, все бывает. Ну и Ну, Настенька. Да, ну и Ну, Юрий Николаевич, мне, к сожалению, добраться не удалось. Это оказалось труднодоступным для меня месте. А палочку волшебную вы нашли уже? А, это вы правильно заметили. Палочку мне удалось достать в консерватории. И хочу вам сказать, это правда волшебная палочка, потому что с этим предметом можно делать то, что науке совершенно не дано объяснить. А зачем она нашему герою, Насте, зачем? Вы знаете, нашему герою она понадобится, потому что, возможно, кое о чем напомнит. И именно с ней, возможно, ему удастся реализовать то, что когда-то ему не удалось. Будем считать это уважительной причиной вашего опоздания. Бегом с палочкой к нам. Бегу. Давайте, давайте, давайте. Не дожидаясь моей соведущей, Насте, мы начинаем программу «Большая семья». Настенька, встречайте. Добро пожаловать. Ура, я как всегда опоздала. И только два слова я, можно представлю, Миша, познакомлю вас. Это Настя с такой редкой фамилией и очень хорошо вам известной фамилией ее Голуб. И кого-то она вам очень напоминает, правда? Да, да, да. Кого же. Первое. Здравствуйте. Второе. Второе. Не могу не представить народного артиста России Юрия Николаевича Стоянова. Да? Да, это я. Спасибо. И маэстро, наш маэстро Александр Маслов. Михаил Семенович, милый, можно вас на секунду? Идите к нам на сцену. Ну, как приятно. Значит, а как вы думаете, что здесь кроется? Ну, а ты когда думаете, это уже сложно. Хорошо. Как вы чувствуете? Как вы чувствуете? Правильный вопрос актеру. Думать вообще вредно. Чувствую, что здесь точно не деньги. Не они. Прости. Значит, их было бы, Михаил Семенович, очень много. Я рассчитывал, там конверты, когда показали, я так обратно. Уже что-то ёкнуло, да? А тут что-то такое? Там то, что, возможно, вам поможет вспомнить про одну историю. Там волшебная палочка. А-а-а. Тире, тире. Да, дириженская. Вот она, моя дорогая. Да. Точно. Точно. Спасибо. Это очень важно. Да, это очень важно, потому что, если бы не эта история с палочкой, вы бы, возможно, были дирижером. Да. Правильно. Я и хотел быть дирижером. Настя, ну я и хотел быть дирижером. Дирижером хоровиков. Понимаешь, я поступал. Я поступал в музыкальное училище. Я пел, я играл. И меня не приняли. Мне сказали, будете учиться на Габуе. А если бы мы сейчас попробовали в какой-то кооперации с Юрием Николаевичем, и вы бы исполнили, наконец-то, вообще какую-то, как я думала, мечту детства. Стали бы дирижером. Может быть, мы как-то сейчас попробуем? Нет, мы сделаем музыцируем. Можно я буду, просто буду наблюдать за этим чудом, потому что, когда есть Саша, ну как можно дирижером? Юра, я тебе хочу. Я не флею, чтобы на мне играть. Саша, помогите нам, пожалуйста. Знакомая мелодия. Да. Громче, громче. Это какие инструменты вступают? Это в чародеях было, а мой поэт. Папа-папа. Здрасте. А, привет. Нам удалось это сделать. Человек берет вот эту палочку. Правда, несколько травматичные такие движения хочется, Натюшка. Ну что делаешь? Молодец. Спасибо, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, тебе не показалось, что когда этот человек, у него оказывается какой-то предмет, но в данном случае не котелок и не тросточка, он кого-то начинает напоминать. Ага. Юра, ты мне чтишь. Одного персонажа. Ой. Да. А? Да. Чарльза Спенсера. Чарльза Спенсера. Ну, всегда я бледный, я палочкой махаю, и деньги получаю. Чаплину перешли музыкально. Что за история, что вы почему-то решили, что это не имя, а профессия? Чарльза Спенсера. Да я был очень маленький. Мне было три года, когда я решил, что Чаплин — это профессия. Тогда я мог что угодно, ты понимаешь, три года. Что я мог сказать? Чаплин — это профессия. Это, это, ну, потом я понял, что кто такой Чаплин. Чарльз Спенсер Чаплин. Это была моя мечта. Я пытался ему подражать. Я смешил всегда, я бегал смешно, я падал смешно. А давайте пригласим за стол по-чаплински. Я на секунду возьму эту палочку. Ну, как короля уж во всяком случае. Сколько вам было, когда вот вы стали Чаплину? Можно вас на одну себе? Да-да-да-да-да-да-да. Я палочку оставлю здесь, я думаю, никто. Настя, ребёнок нарыл в интернете информацию. Нет, шашки играют с двух сторон. Вот это я понимаю. Такие шашки. Зачем? Нужны танцы. То же самое с этой стороны. Так. Я предупреждал, да? А? Пропал вечер. Да, всё, всё, мы начали уже танцевать. Рассвяция погибла, пригласили Светина. Михаил Семёнович. Дашенька, а скажите, пожалуйста, ну, ну, вы молодая актриса, вот мы тут сидим. Вы нам что-нибудь приготовили, как было принято раньше говорить? Приготовила. Смешно. Да, приготовила. Это песня Элвиса Пресли. Опа. Называется «Люби меня нежно». Love me tender. Love me tender. Да. Ну, давайте. Love me tender. Love me sweet. All my dreams fulfilled. For my darling, I love you. And I always will. Love me tender. Love me tender. All my dreams fulfilled. For my darling, I love you. And I always will. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Это была большая семья, нашего замечательного, удивительного, любимого Михаила Светина. С любовью и к Михаилу Светину, и к его большой семье, и к городу Санкт-Петербургу. С любовью Санкт-Петербурга. Большая семья. До встречи. Увидимся через неделю. До встречи в семейном кругу. Спасибо. 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 Спасибо.